Большой привет, с вами Юля. Сегодня хочу сделать видео о пустых баночках, показать вам средства, которые у меня закончились, и вердикт будет окончателен. Первое, что у меня израсходовалось, как видите, просто до конца, это масло от Ифраше, масло для тела, которое я показывала неоднократно. Оно мне очень нравится. Я вообще считаю, что это лучшая линейка о Ифраше. Если я в торговом центре захожу в магазинчик о Ифраше, то первым делом я буду спрашивать вот эту линейку. Она у них почему-то не всегда есть в наличии. Не знаю, бывает на какое-то время эти масла просто пропадают из ассортимента, потом раз, снова появляются. У меня здесь был аромат лаванды. И, кстати, я обычно, конечно, масло для тела наношу на ночь. Но как-то раз получилось так, что я его нанесла после утреннего душа, и, вы знаете, у меня целый день спрашивали, что у меня за парфюм. Аромат такой травянисто-цветочный. Ну, в принципе, аромат лаванды с какими-то другими цветочками. Короче, приятно пахнет. Вот эти масла имеют прекрасный состав. Масло макадамии, масло кокоса, абрикосовое масло. В общем, микс масел. И я думаю, что здесь будет эфирное масло. Ну, в основном, просто удачная отдушка. Прекрасные средства. Если не очень любите как-то сами что-то там намешивать, то можно просто пойти во фраше, спросить эту линейку. Цена тоже там у них вполне приемлемая. И в этой линейке масла не слишком жирные. То есть там так подобрана комбинация масел, чтобы масла действительно быстро впитывались и не оставляли такой сильной липкой пленки. Классно увлажняет, питает кожу. Так что всем рекомендую. Я себя очень люблю побаловать такими, знаете, спа на дому. И у меня вот закончилась такая соль для ванн от Zeytune. И вот это была соль, которая обогащена именно расслабляющими эфирными маслами. Здесь тоже лаванда, лаванда, эвкалипт. Также приятный аромат. В принципе, вот у этой соли один недостаток. Ее хватает на один, максимум два раза. То есть один-два раза вы примете с данной соли ванну. Там очень качественная морская соль, обогащенная минералами, магнием, эфирными маслами и просто маслами. Очень приятно принимать такую ванну, но недолго все это длится. Потому что такого объема, ну вот если вы любите более так интенсивный аромат, то вот это в принципе у вас уйдет на всю ванну. Ну, особо жадные девчонки могут растянуть на две, да. Zeytune это бренд с восточной философией, с арабской философией. Я на них делала отдельный обзор. Вот. Ну, в принципе, мне нравится. Нравится. Это такое, знаете, ну это блажь. Это, конечно же, не основной уход ни в коем случае. Но у них средства очень такие по-восточному богатые, роскошные, которыми приятно пользоваться, баловать себя. Вот. Так что есть у них вот такие соли для ванн. Корейский шампунь от J.Y.O.L. У меня, кстати, закончился и уже стоит на подходе, на подхвате новая упаковка целая. Это корейский шампунь. Мега насыщенный, как, в принципе, вся корейская косметика. Он идет против выпадения волос и на укрепление корней и луковиц волос. Это его основная функция. Когда вы им пользуетесь, он немножко как-то холодит, тире даже печет голову. То есть я не знаю, что дает такой эффект. Возможно, ментол, возможно, еще какие-то экстракты. Не могу сказать, насколько он укрепляет волосы. Мне кажется, здесь всегда будет работать комплекс каких-то мер, но он очень хорошо влияет на кожу головы. То есть если у вас есть склонность к сибореи, перхоти, какие-то зуд, шелушения, любые неприятные ощущения, либо у вас просто быстро пачкается кожа головы, то вот это будет то, что надо. Им не нужно мыть голову каждый раз. То есть он именно для редкого мытья раз в неделю. И еще, по-моему, в нем нет силиконов, потому что после него волосы такие очень пушистые, промытые до скрипа. Ну, я считаю, такие шампуни нужны. Я его воспринимаю больше даже как не укрепляющий, а больше как ШГО. ШГО это шампунь глубокой очистки волос. Это тоже мой мастхев стал последние пару лет. То есть он у меня периодически появляется. Я бы его отнесла к любимчикам. И вообще хочу снять видео, косметика, которую я повторяла, мастхевы. Ну, короче, средства, которые ты повторяешь, потому что считаешь их достойными. Вот эту баночку, да, я думаю, что я буду повторять, потому что я уже ее повторила. У меня в ванной стоит новый бутылек. Он небюджетный. Вот это, конечно, недостаток данного шампуня. Да, это небюджетный шампунь. ШГО можно найти и в белорусской косметике. Но, во-первых, у него мегаэкономичный расход. То есть действительно он долго расходуется. Вам его надолго хватит. И здесь 300 миллилитров. То есть сам производитель заявляет то, что это не на каждый день. То есть где-то раз в неделю, остальное время вы пользуетесь каким-то другим шампунем. Я достаю все в случайном порядке. У меня на коленях стоит такая коробочка, корзиночка. Вот что я оттуда зачерпываю, то я и достаю. У меня закончилась вот такая база под макияж. Балет. Да, крем-база под макияж. Корректирующая, выравнивает тон лица, продлевает стойкость макияжа, ухаживает за кожей. Что я хочу сказать. Мне, в общем, она вполне даже нравилась. Потому что она выравнивает рельеф кожи. На нее хорошо ложится косметика. И у нее есть такой умеренный матирующий эффект. То есть не наглохо матирующий, а немножко матирует. Но я здесь должна сделать такую оговорку, что для меня все вот эти базы, крем-базы под макияжи, знаете как, под лицу, все к лицу. Они для меня, в общем, все на одно лицо. Все похожи. Скорее всего, потому что у меня, ну, нет таких уж проблем с кожей. То есть у меня нет особого рельефа. Ну, у меня нет каких-то очень уж там глубоких пор, ну, может быть, там где-то на крыльях носа. Поэтому мне сложно оценить. Может быть, кто-то, у кого действительно проблемная, рельефная кожа, с большими порами, может быть, не оценил бы эту базу. Я не знаю. Но для меня она работающая, нормальная, неплохая база. Сейчас вот я из того, что тут осталось, попытаюсь выдавить. Она не сильно тяжелая, потому что у меня до нее была, уже не помню, какая-то другая база. Вот она была прям тяжелая. Был такой пирожок на лице. Если ее нужно нанести под тональный крем, вот эту базу под тональным кремом я особо и не чувствую. В принципе, я такими средствами пользуюсь нечасто. Когда я прям хочу, чтобы у меня идеально смотрелся макияж, на каждый день я не наношу базу. Я сразу на дневной крем наношу тональный крем. Закончился вот такой крем от Evelyn. Evelyn это, если кто-то не знает, такой недорогой польский бренд. У них есть линейка органическая, то есть линейка, в которой 100% натуральные составы, веган, что тут еще написано. Ну, вы поняли, да? То есть здесь нет силиконов, минеральных масел. Здесь вот в основном натуральные масла. Из этой линейки я у них взяла именно увлажняющий крем, потому что там еще, по-моему, есть питательный, какой-то матирующий. У меня вот именно увлажняющий. Я к нему достаточно долго не могла, не то чтобы приспособиться, но просто было что-то более удачное, да? Что-то лучшее. Было что-то лучшее. Что-то прислали на обзор, что-то я сама покупала. И как-то вот он у меня стоял. Ну, вот конец зимы я им пропользовалась. Что я хочу сказать об этом креме? У меня, кстати, много раз тоже в комментариях спрашивали о нем мнение. Во-первых, хороший состав. Действительно очень чистый, на маслах. Это неплохой, недорогой крем, но здесь нет эффекта длинного увлажнения. То есть не будет такого, что вы его нанесли, и весь день вот у вас увлажненная кожа. Питывается, он увлажняет. Ну, во-первых, это не очень хорошая основа под макияж, потому что он все-таки идет на маслах. И здесь нет компонентов, которые, ну, как фиксируются на лице. То есть как основа под макияж средняя, даже я бы сказала хуже среднего. И нет такого длинного эффекта увлажнения. Поры он, в принципе, не забивал. Ну, я такого не заметила, потому что масла в составе в основном все легкие. Короче, он подходит для всех типов кожи. Неплохой крем. Не подходит как основа под макияж, потому что будет сползать из жирниц эта зона. И недостаток такой, что нет длинного увлажнения. То есть вот моей коже все-таки уже нужно что-то посерьезнее. Я хочу уже в течение дня ощущать, что, ну как, у меня кожа увлажненная, да. Закончилась у меня вот такая биочистка от бренда натуральной косметики Bio Beauty. Это скраб для умывания для глубокой очистки кожи. Средство довольно агрессивное. Я его наносила либо на Т-зону, либо на все лицо, но я не возюкала. То есть здесь предполагается, что нужно мягкими массирующими движениями скрабировать кожу. Я этого не делала. Я его наносила в качестве маски. И это был очень хороший сорбент. То есть действительно очень сильно очищает. Я им пользовалась аккуратно, по необходимости, в редких случаях. Там внутри такой сухой продукт. Это такая мука, к нему даже идет ложечка. Я вам все это показывала. Вот. Но действительно у кого жирная комбинированная кожа, если вы иногда прям вот хотите ее очистить так вот на 100%, либо подготовить к какой-то косметической процедуре, либо если у вас есть шелушение, да, то вот это подойдет. Это прям вот ваша история. Я все-таки больше люблю средства помягче. Повторять не буду, потому что мне нужно было к ней как-то приспосабливаться. Но я не могу ее просто взять и как любимый продукт использовать, потому что я знаю, что у меня кожа чувствительная, и такие средства иногда мне дают раздражение. Так что вот на любителя. Почти закончились кристаллы от Constant Delight. Это, ну, в принципе, так и называется. Это итальянский бренд для волос. Это, по сути, масло. Они, кстати, достаточно известный продукт. Часто он мелькает на разных косметических сайтах. Ну, то есть вы на влажные волосы носите на кончике волос, по длине, да, перед тем, как их сушить. Ну, я думаю, все вы знаете, как это делается. Для меня у всех этих масел очень похожие составы. Там в основном идут силиконы и немножко уходовых масел. Данные масла, данные кристаллы, на самом деле, очень жирненькие, плотненькие, тяжелые. То есть это не из легких масел, не для тонких волос, не для пористых волос. Ну, для таких средних, я бы сказала. Я их могла наносить в очень маленькой концентрации. То есть, если аккуратно распределить по кончикам волос, да, неплохо. Они действительно неплохо увлажняют, как бы обволакивают волос. Но в следующий раз я, скорее всего, выберу какое-то более легкое средство. Потому что, опять же, надо к ним как-то вот подстраиваться, приспосабливаться. Они тяжелые. Подсохла тушь для ресниц от Vitex. Объем, длина и разделение. Три в одном. Девчонки, у нее силиконовая вот такая вот кисточка. Очень удобная, с маленькими ворсинками и заостренным носиком. То есть, ей классно прокрашивать уголки, внешние и внутренние. Обалденное просто средство. Средство просто на 5 с плюсом. Я эту тушь обожала. Это одна из лучших. Вообще, в белорусской косметике много удачных тушей. Не сложно себе там что-то выбрать. Но вот это будет однозначно один из мастхевов. Потому что она делает все. Она хорошо разделяет. Ей быстро, легко прокрасит ресницы. Делает их такими очень пушистыми, объемными. В принципе, все как обещали. Вот те обещания, которые есть. Объем, длина, разделение. Их она и выполняет. И при этом нет каких-то, знаете, комочков. Нет склеенных ресниц, которыми иногда грешат объемные туши. Прекрасное средство. Я думаю, я ее буду повторять однозначно и вам рекомендую. Я не знаю, сколько времени в моей косметичке провел вот этот блеск для губ с зеркальным эффектом от Reluie линейка Fashion Gloss. У меня оттенок. Я даже не смогу вам сказать оттенок. Потому что я его не нахожу. Скорее всего, он стерся либо отлип. Нежный, приятный розово-персиковый оттенок. Прекрасный блеск. Это их постоянная линейка. Вообще, у Reluie очень много удачных срез для губ. И губнушек, и губных помад, и блесков. Вот эта линейка я бы ее назвала постоянная. То есть, она у них давно очень появилась. И они ее не снимают с производства. Действительно, это блеск с зеркальным эффектом. Он не липкий. Он не оставляет никакой горечи во рту. И он у меня просто закончился. Он, кстати, не испортился. Не прогорк. Вот просто оттуда уже нечего доставать. Он просто закончился, что для меня огромный феномен. Я от него даже не избавлялась. Он мне не надоедал, потому что он такой универсальный. Подходит, в принципе, под любой макияж. Еще увлажняет губы при этом. Если вы вдруг никогда не пробовали данную линейку, попробуйте. Она очень классная. Я не знаю, что добавить. Оттенок я не знаю, потому что он не подписан. Спасибо большое, что заглянули на мой канал. Досмотрели до конца данное видео. Поддержите его пальчиком вверх. И всем пока. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.